В поселке Мизиновский, это Гусь-Хрустальный район, открыли памятник Александру Солженицыну. В этом местечке писатель провел год, преподавал математику в местной школе. Здесь же в поселке восстановили знаменитый Матрёнин двор, который Солженицын увековечил в своем рассказе. Настоящая изба Матрёны Захаровой, где квартировал писатель, недавно сгорела. Ее восстановили за 9 месяцев, но перенесли на новое место, поближе к школе, для удобства туристов. Дова писателя Наталья Солженицына рассказала, что именно Мизиновку ее муж вспоминал очень часто. Он говорил, что здесь сочная Россия, язык, природа, и очень переживал за судьбу этого места. Это удивительно. Это знак, что там, где живут простые люди в глубине страны, сохранилось вот это доброе и памятливое отношение к тому лучшему, что наша земля рожает. Глубокий вам поклон, огромная благодарность всем, кто хоть как-то приложил руку к этому музею, или хотя бы тем, кто хранит, пусть даже ничего не сделал, но хранит память об Александре Исаевичем. Местные энтузиасты придумали фестиваль маршрутами Солженицына, и теперь им есть, что показать поклонникам творчества писателя. Губернатор Светлана Орлова пообещала мизинцам построить в поселке недорогие гостиницы, а спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселев вспомнил, что испытал, когда впервые прочитал «Один день» Ивана Денисовича, напечатанный в роман газете. До такой степени было закрытое общество, мы же не знали, что происходит на самом деле. И во многом было так, что если человек что-то пытался сказать, то это был глаз утреющего пустыни, потому что никто не слышал. И когда я прочитал действительно это произведение, я почувствовал какой-то шок, то есть я сначала вообще не поверил, что такое возможно на Советском Союзе. Да, конечно, я сначала не поверил, а потом, когда уже я начал понимать, когда начал общаться с другими людьми, и начало приходить осознание, что правда-то она другая, на самом деле не та правда, которую нам писали в наших таких причесанных газетах, в причесанных телепрограммах, правда она намного шире, и где-то пришло, начало приходить понимание жизни.